Приоритетные задачи и основные проблемы комплексных географических исследований на Северном Кавказе на развитие экологического туризма, создание информационной системы для формирования правовой базы по развитию горных регионов России. Эти и другие важные темы обсудили ученые со всей страны и зарубежья на Всероссийской научно-практической конференции на базе Тибердинского национального парка. Из курортного города репортаж Аллы Динаевой. Это 10-я юбилейная конференция Северокавказского научного сотрудничества и уже в четвертый раз она проходит в Тибердинском нацпарке. Я рад вас очередной раз видеть вообще и здесь конкретно. Благодарю руководство Тибердинского национального парка, которое однажды, запустив нас сюда, к себе и посмотрев, послушав, чем мы занимаемся и как мы это делаем, решила, что надо это сделать регулярно и постоянно, ежегодно. Еще раз большое вам спасибо. Надеюсь, что польза от того, что мы здесь пребываем, что обсуждаем некоторые важные вопросы, в том числе актуальные для Карачаева, Черкесии, для всего Северного Кавказа, Тибердинского национального парка. 10 лет назад создали небольшое содружество, в которое по желанию могут входить все желающие и страждующие развития охраны горных территорий. На сегодняшний день членов СКНС чуть больше 70. Очень приятно, что в этом году у нас еще прирастают коллегами наше сообщество. И уникальность его в том, что подключаются специалисты самых разных направлений. У нас есть Аслан Чеченов, который социолог, у нас есть геморфологи, физгеографы, наши автоведы. То есть, ну и это позволяет нам комплексно подходить к решению проблем Северного Кавказа. Эти мероприятия проходят ни день, ни два, целую неделю. Первые несколько дней у нас происходят научные экспедиции. Это и радиальные выходы по окрестным ущельям и горам. И вот последний день-два, вот сегодня-завтра мы будем обсуждать все, что мы видим, какие изменения с прошлого года происходят. И постараемся выработать какие-нибудь рекомендации, мероприятия на сохранение природы именно в горных условиях. Учеными нашей республики рассматриваются географические и экологические проблемы, которые наиболее насущны на сегодняшний день. И лаборатория, которая является подразделением КЧГ, занимается комплексным геоэкологическим мониторингом территории всей республики. Вода в реке Большой Зеленчук, она стала чище, значительно чище. Затем, значит, вот в районе Донбая, то же самое, там, где не совсем как бы в полную мощность работают очистные сооружения, там то же самое, немного, значит, вода улучшилась, состояние воды. Впервые в конференцию участвует и доктор географических наук профессор Юрий Ефремов, который 35 лет преподавал в Кубанском госуниверситете. Географ, геоморфолог, лиминолог, глициолог, то есть целый букет географических наук, которые мне пришлось в своей жизни заниматься, исследовать. По специальности я географ, геоморфолог, а до этого у меня богатый опыт исследования гор, Кавказских, Памир, Циньшань, Гималайи, Каракарум, Урал. Во всех этих горных системах я работал, и это нашло отражение в моих книгах, которых у меня немало, более трех десятков. Количества метеостанций у нас крайне мало, чтобы сделать полноценный прогноз. Это одна из проблем, которая волнует ученых. Нужно верить ученым. Политики верили этому. Но пока сами ученые, они имеют недостаточную базу финансирования. Есть существенные проблемы с уровнем образования, с исследовательскими условиями, обеспеченность, скажем, техникой для проведения исследований. Поэтому на эти проблемы я обратил особое внимание. В рамках Всероссийской конференции ученые провели мониторинговые наблюдения за верхней границей леса, а завершились обсуждения круглым столом и принятием резолюции. Аладинаева Мухаммед Ашибоков. Вести. Крачево-Черкесия. Тиберда. Субтитры создавал DimaTorzok